Всем доброго здоровья! Хотя подождите, какое еще здоровье? Вы, кстати, не замечали, что последние десятилетия, какой бы повод ни был, любой праздник, любое мероприятие, в основном мы все друг другу здоровья и счастья желаем? Никому не приходило в голову, что это вроде как не работает. Говорит, мы что, все сплошь больные и несчастные, что все друг другу только это и желают? Может быть, пора перестать это желать? Может быть, это как-то наоборот работает? Желаем здоровья? Ну, в принципе, оно и уходит. Иначе говоря, вот, поднимаем рюмку и говорим, твое здоровье. Вы только вдумайтесь, в рюмке твое здоровье, и я твое здоровье сейчас в почки себе залью. Вот так вот это что ли? Ну, хохма, хохма, товарищи. Здоровье. Ну, здоровье, конечно, у нас будет, но вот для здоровья просто условия должны быть, как внешние, так и внутренние. Знаете, когда условий нет, можно 10 раз здоровья желать. Итак, сейчас вы слышите прекрасные звуки, прекрасные звуки любого подкастчика, который записывает у себя дома. Это в самый подходящий момент прекрасные соседские репертуары в виде дрели. Ну, вроде как, мелькнуло и зависло. А мы после такого прикольного вступления, наконец, начнем. С вами голос Паши Лобанова, дрель соседа и слова от пули снегопада. Мост Свободы. Будапешт. Будапешт вообще прекрасен. В нем столько архитектурных шедевров, заслуживающих отдельного сюжета, что можно возвращаться к нему без конца и края. Но в этой публикации интересуют нас мосты. Интересуют, как их строили. Технологии. Производство металла. Какой царской дрелью. Передающиеся по наследству дырки. То бишь, простите о эстеты отверстия. Сверлили под каждую заклепку. Согласитесь, производственный момент был вытеснен из живописи, архитектуры, школьной литературы, да из любой другой, которая чаще нам попадается на глаза. Не говорю, что совсем нету. Я говорю, что вытеснен. А вместе с этим и появилась нам подмена понятий. К примеру, как делали посуду из драгоценных металлов. Можно в пример привести гравюру какого-то бедного кузнеца в нищенской халупе. Дескать, принеси ему килограмм пятьдесят золота и пятьдесят килограмм серебра и поставили перед фактом. Значит, наделай-ка нам красивых вилок и ложек царю. То есть, понимаете, как это смешно и нелепо звучит. Но, тем не менее, такая подмена понятий нам и прививалась. Или другой пример. Как шили раньше одежду. Где производственный момент? Вновь можно найти картины, как в нищих землянках ткачихи придут за маленьким станочком. Но кому это они шьют? Царям и прочей свите? Вы же посмотрите на картинках одежду знати. Там дорогие ткани и очень тонкая работа. Какую хочу подметить, увидит только профессионал. А дилетант ее не увидит. Для дилетанта это будет просто красиво. Куча рюшек, брошек, бусинок, пуговиц и прочие досадные мелочи. На которых нужно для изготовления по отдельности цеха. Но картинами нам прививалось, что это сшилось в развалинах, в которых даже толком не было условий для жизни. Но вернемся к мосту свободы, о котором описание, которое я сократил, выбрав самое интересное, следующее. Мощный и железный каркас был изготовлен на машинно-строительном заводе Венгерских Королевских Железных Дорог. Строительство было завершено в 1896 году, в годовщину празднования тысячелетия обретения венграми Родины. На торжественном праздновании по случаю открытия моста, где собралось огромное количество народа, присутствовал император Австро-Венгрии Франц Иосиф, для которого на Пештской стороне моста был сооружен богато украшенный праздничный шатер. Мужчины при появлении императора сняли головные уборы и подняли их высоко над головами, а дамы в знак уважения встали. Министр Эрнео Даниэл выступил с торжественной речью и предложением городских властей о присвоении новому мосту имени Франца Иосифа, на что император дал свое высочайшее согласие, а затем с помощью нажатия на кнопку парового молота забил в основание моста последнюю строительную заклепку. С этой самой заклепкой приключился большой конфуз, так как была она символическая заклепка из серебра с монограммой FJ. Ее поместили под стеклянный колпак с железным обручением у основания. Породистая заклепка пережила даже Вторую мировую. А вот во время революционного восстания 1956 года исчезла самым таинственным образом вместе с накрывавшим ее колпаком. Вот такое описание, в котором интересны лишь два момента. Первый, где металл для моста делался. Второй момент, с помощью нажатия на кнопку специального парового молота забил в основание моста последнюю строительную заклепку. Также публикация была дополнена двумя фотографиями момента строительства. Это не у меня, это у кого-то из вас. И вот такой вот план строительства. С этим рисунком пришел архитектор к работникам машиностроительного завода венгерских королевских железных дорог. Спросил, сможете? Строители ответили, запросто. При этом не имея рулетки, линеек, сверлильных станков, но двумя пальцами и метким глазом отмеряли каждую дырочку из миллионов. Которые... как пробили? Спросите у антропогенеза. Они расскажут, как это пустячково и вручную можно сделать. Причем расскажут с такими серьезными лицами, что можно умудриться в это и поверить. И все-таки строительство мостов – это сложная наука расчетов и подсчетов. К примеру, император нажал на кнопку парового механизма, чтобы забить последнюю заклепку. Вот хотелось бы его увидеть. Как вообще раньше клепали такие металлоконструкции? Этот же вопрос давно на слуху. Давайте разберемся сейчас и поможет нам в этом публикация «Как клепали корабли». Когда готовят наклепать чего-либо, то обычно имеют в виду изготовить в массовом количестве. Как будто это такое простое дело. А давайте посмотрим. Вообще-то соединение с помощью заклепок было известно очень давно, но расцвело, когда металл стал основным конструкционным материалом. И клепали все, что из него изготовлялось. Вот пара моих снимков. Цистерна из Ростовского железнодорожного музея. А эту бочку откопали при земляных работах в Севастополе. Я думать не думал, что было время, когда металлические бочки также клепали. Первый вопрос. А как сделать отверстие под клепки? Электрических или пневматических сверлильных устройств еще вроде бы не было. А их попросту пробивали. В 1805 году английский изобретатель и промышленник Моцли запатентовал дыропробивную паровую машину. Основной проблемой стало пробить эти дыры в листах металла всевозможной формы, чтобы они точно совпадали. В цеху по чертежам с помощью тщательной разметки пробивали отверстия, но несколько меньшего диаметра. Потом на месте сборки листы точно совмещали, фиксировали болтами и с помощью специального инструмента прогоняли отверстия до нужного диаметра, устраняя при этом их несносность. Здесь немного остановимся и поспорим без упрека к автору. Дело в том, что сверлильные станки были. К примеру, вот токарно-винторезный станок Нартова. А кто такой Нартов? Читаем его биографию. В 1718 году русский ученый и механик Андрей Константинович Нартов был отправлен Петром I в страны Европы для изучения токарного дела. А что такое токарное дело без токарных станков? А я от себя хочу спросить. А вот я не уверен, что вот токарному делу пошел учиться в Европу. А может он учить Европу пошел токарному делу? Никто, правда, сейчас и не скажет. В общем, проанализировав и изучив методы обработки металлов, Нартов делаем ударение на следующих словах. Решает усовершенствовать станки. То есть сделать свою модернизацию станка, который имел механизированный суппорт. И набор сменных зубчатых колес. Но продолжаем читать. Теперь сама заклепка. Она должна быть из того же материала, что и листы, чтобы не получалось гальванических пар. Особенно это опасно в морской воде. Заклепка должна не только скрепить детали, но и заполнить собой все отверстие, в которое оно вставлено. Для этого ее нагревают в среднем до 1000 градусов. С той стороны, где уже есть головка, ее поддерживают каким-нибудь массивным упором, а с другой стороны лупят молотом. Но не по самой заклепке, а по так называемой обжимке, которую держит второй рабочий. Обычно это металлический цилиндр, в одном торце которого есть полусферическое углубление, которое сформирует вторую головку. Делать это надо очень быстро, чтобы заклепка не успела остыть ниже 600-500 градусов. Греют их в специальных переносных коксовых печах, обычно подростки. А дело это ответственное. Перегреешь, при остывании заклепки может попросту порвать. Не догреешь, на завершающей стадии расклепывание температура может упасть ниже установленного предела, сталь станет синей и ломкой, могут появиться трещины. Клепанные швы могут быть прочными. Это обычно несущие конструкции, где не требуется герметичность, а могут быть плотными, где особенно важна герметичность. Вот как раз корабельные корпуса. И могут быть прочно плотными. Плотные швы предварительно накрепко стягивались болтами. Заклепка по ходу процесса должна полностью заполнить собой отверстие и оба головки плотнейшим образом прилегать к поверхности. И потом еще может производиться дополнительная уплотняющая операция. Так называемая чеканка шва. Кроме того, между листами по шву прокладывались ленты из прочной ткани, пропитанные водоотталкивающим веществом. Все это давало желаемый результат, что подтверждает герметичность клепанных корпусов подводных лодок во время Второй мировой войны. А уж что над ними не вытворяли. И бомбили, и ныряли на 200 с лишним метров, на 200 с лишним метров и в заключении еще два снимка. Вот мальчишки разогревают заклепки. Возможно, они носятся по уложенным доскам, передавая клепальщикам разогретые заклепки. Но есть и другой способ. Вот снимок со строительного небоскреба с судоверфи не нашел, к сожалению. Замучаешься таскать печь с места на место по балкам этажам или бегать по ним с заклепкой. Проще перекинуть ее. Пишут, что кидали до 30 метров. Тут уже видно, что клепка ведется с помощью пневмоинструмента. Но нам интересен правый рабочий. Что за ведро у него в руке? А вот он им как раз и ловил летящие раскаленные заклепки. Хватал колещами в другой руке и вставлял в отверстие. Скорее всего, и на судоверфях так делали. Когда корпус вырастал в высоту. Конец публикации, в которой было указано два способа. Ручной и с помощью пневмоинструмента. Но я всегда предполагал, что должно быть и переносное механизированное устройство. Имел ли я право так думать? Да, вполне. К примеру, так делали непотопляемый Титаник. Каркас корабля обшивался стальными листами. На соединение которых ушло более трех миллионов заклепок. Попробуйте в уме посчитать хотя бы до тысячи. На фотографии изображена гидравлическая клепальная пушка. Вот еще одно изображение. На нем в кадр попали как две клепальные пушки, так и на отдаление вполне. Такой себе современный подъемный кран. А ведь в свое время искал большие краны до революционного периода. И на то время нашел лишь пустяковые изображения. Да и вообще, по этому снимку виден очень серьезный технологический процесс. У кого присутствует дедуктивное мышление, те подчерпнут многое. Но это все во-первых. Во-вторых, вернемся к мосту свободы в Будапеште. Которую мы оборвали на словах. Император дал свое высочайшее согласие. Затем с помощью нажатия кнопки специального парового молота забил в основание моста последнюю строительную заклепку. Какой это паровой молот был? Предназначенный для заклепок я так и не нашел. Ну а на сегодня все. С вами был голос Паши Лобанова и слова от пули снегопада.